Здравствуйте, меня зовут Самсон Либерман, я доцент кафедры социальной философии КФУ. Сегодня мы поговорим про постмодерн, лекция называется «Положить на полку исторические основания постмодерна». Начать нужно с того, что в принципе вот это желание положить постмодерн на полку связано с тем, что очень часто довольно трудно дать ему четкое определение, оно размывается, потому что вот сам феномен, да, сам объект такой текучий, непостоянный, не очень понятно, что имеет в виду. И сама идея как бы вот этой лекции появилась, когда я раз за разом наблюдал, как мои коллеги, мои любимые, уважаемые коллеги, да, сталкиваются с вот такими отзывами, когда аудитория требует четких определений, да, а сам феномен так устроен, что четко определить, что такое постмодерн довольно трудно, да, то есть феномен очевидно сопротивляется определению, да, когда мы будем говорить, что, да, как в учебнике постмодерн это А, Б, Ц, да, называть какие-то характерные признаки, мы что-то будем упускать, мы что-то будем не проговаривать, и вот эту как бы такую неблагодарную, грубую, схематичную работу, да, нужно, я решил взять на себя, да, чтобы четко как-то попробовать определить, что это такое. И базовым, да, какой-то вот такой установкой, из которой это можно сделать, да, можно это сделать исторически. Показать, что постмодерн возникает в определенную эпоху, вызвано определенными условиями, какими-то причинами, и как это, собственно, влияет, отражается на культуре. Значит, какие-то две такие базовые установки, которые есть, и которые мы будем сегодня объяснять, связаны с тем, что постмодерн это вроде бы что-то связанное с текучестью времени, с непостоянством времени, и поэтому его очень трудно определять как эпоху, потому что у него свои собственные отношения, да, с историческим, с временем и так далее. А во-вторых, постмодерн это то ли про культуру, то ли про экономику, то ли про эпоху. И вот эта неоднозначность, да, двойная неопределенность отношений со временем и неопределенность отношений с культурой и экономикой, да, она ставит нас вот в такое трудное положение, да. Но все-таки мы попробуем сегодня из него выскочить. Итак, да, какие-то простые вещи, которые про постмодерн часто говорят. Конец истории, довольно распространенная такая формула, мы обязаны ее популярности Фрэнсу Фукуяму, который написал в 91-м или в 91-м, в 91-м выходит статья 92-м выходит полноценная книжка, да, конец истории, последний человек. И что имеется в виду у Фукуяма конкретно, да, он всю жизнь как бы с тех пор, до сих пор 30 лет практически, больше 30 лет уже на сегодня прошло с момента выхода книги, да, он все эти 30 лет объясняет, что он имел в виду, да, он имеет в виду не то, что происходящее остановилось, не то, что время закончилось, а совершенно конкретную вещь, да. Он имеет в виду, что история как большой нарратив, история как какой-то утопический проект, да, движение к какому-то прекрасному светлому будущему больше не работает. Мы больше не стремимся попасть куда-то в прекрасное светлое будущее, где все будут равны или все будут свободны или что-то еще. Вот такие большие нарративы, большие какие-то ценностные политические, да, политические проекты ценностно окрашены, они нас больше не задевают. И в целом мы можем сказать, что политический проект сегодня и политическая деятельность не имеют дело с вот такими утопическими, большими проектами. И поэтому у нас происходит вот такая критика историзма, соответственно, и критика вот этой истории, как вот такого большого нарратива истории о том, куда мы все движемся, откуда все пошло и так далее. И именно поэтому, именно из вот этого ощущения невозможности каких-то утопических, горизонтов, да, возникает это ощущение вечного, настоящего. Вторая характерная черта, которая часто предъявляет, да, обвинение, которое часто предъявляет постмодерн, это безальтернативность, да, что из него нет выхода. Первая, соответственно, такая штука, которая приходит в голову, когда мы говорим про постмодерн, это вот это конец истории, да, политическая однородность, вечное, настоящее. Вторая, соответственно, это безальтернативность, да, невозможность выхода. Выход из постмодерна – это такой, да, почти мем. И наиболее четко, наиболее уверенно и хорошо это проговаривает Фишер, или не только он, да, Жижик, когда про это говорит, он ссылается на Фишера, да, это фраза, которую он бросает, рассматривая постапокалиптические фильмы, как жанр, и вот конкретно, да, вот этот пример «Дитя человеческое» фильм, что нам легче представить конец света, чем конец капитализма. То есть даже когда мы воображаем какие-то вот эти запредельные вещи, связанные с концом света и жизни после него, да, после конца света, после страшной, там, ядерной зимы, после чумы, после чего-нибудь еще, там, восстания динозавров, роботов и так далее, почему-то мы воспроизводим все те же самые капиталистические, вполне понятные отношения, связанные с частной собственностью, неравенством и всем, как бы, прилагающимся пакетом. Вот эта безальтернативность, да, это вторая черта, или даже, скорее, второе обвинение, да, которое постмодерну предъявляют, и то, почему постмодерн, вроде бы, должен быть преодолен. Третья характерная черта, которая связана с именем Фредерика Джеймисона, она связана с характерной чертой массовой культуры, которую он называет вечной настоящей. Она связана, вот так как бы, подразделяется на два таких у него концепта, которые он вводит, это вот пастишь и шизофрения. Что такое пастишь? Пастишь, это постоянное повторение, но повторение, не связанное с высмеиванием, с пародией, да, когда у нас какие-то мотивы повторяются в культуре и не связаны с отсылками, да, напрямую, это вот такие повторения от них и тех же сюжетов, от них и тех же мотивов на новых каких-то измерениях, порождающие, с одной стороны, ностальгию, а с другой стороны, ощущение знакомого, приятного и так далее. То есть, если пародия, да, она преодолевает, она высмеивает какие-то устойчивые, да, ходы, каноны и так далее, то пастишь, он их просто повторяет без вот такого негативного иронического отношения, да, и все вот эти ходы, каноны и мотивы, они все нам знакомы, мы их знаем, такой, да, если это эпический боевик, там обязательно будет персонаж, у которого умирает его товарищ, и он над его трупом кричит «нет», и так далее, там потом, или какие-то вот эти падения со скалы, где персонаж держится скалу и не хочет падать, и над ним стоит герой, и так далее, там потом. То есть, вот эти все вещи, да, это такие скрытые цитирования, которые нужны вот для того, чтобы вызывать определенные эмоции, потому что это эффективно, потому что это работа, потому что это нравится создателям, да, и они любят это цитировать без всяких прямых отсылок, без иронии и так далее. И вторая черта, да, кроме вот этого постоянного повторения в культуру одних тех же ходов, эффективных, да, работающих, коммерчески успешных, есть еще и то, что называют шизофрении, имея в виду совершенно особый опыт, который получает потребитель массовой культуры, связанный с интенсивностью, связанный с интенсивностью переживания. Если, да, почему шизофрения? Шизофрения, он здесь, оговаривается, Джеймисон, что он ее использует в специфическом очень значении, да, не в значении клинического диагноза, который лечится там медикаментозно или как-то еще, да, а в значении вот такого специфического опыта, который он связывает в первую очередь с интенсивностью переживания. Вот если, да, у нас здесь на картинке вот этот вот Роршах, да, тест Роршах — это, собственно, тест на шизофрению в некотором смысле, да, то есть в чем он заключается? Человеку предлагают посмотреть на пятна, предлагают посмотреть на картинки и озвучить свои ассоциации, которые у него вызывают. И шизофреника определяет не потому, что он какие-то плохие ассоциации называет, а потому что он не может назвать никаких ассоциациаций. То есть он видит только пятна. Он не видит никаких ассоциаций, он не видит каких-то смыслов, не видит каких-то, да, вещей, которые стоят за этим. Он не видит, строго говоря, объекты, он видит сами впечатления, да. Если наш мозг как бы способен вот этот шквал, да, картинок, каких-то впечатлений, да, света и всего остального, пятен раскладывать на независимые объекты, раскладывать их по полочкам, то, соответственно, опыт шизофреника — это опыт вот такого наваливающегося потока информации света, который он не в силах пережить и разложить. И, соответственно, вот опыт массовой культуры Джеймисон сравнивается вот таким опытом шизофреника, да, когда у нас обрушиваются настолько визуально мощно заряженные картинки, впечатления, с которыми мы не в силах, да, справиться. Нас буквально вдавливает в спинки кресла в кинотеатре, да, и мы как бы оказываемся распластанными перед вот этим большим каким-то гигантским потоком массовой культуры. И вот эта невозможность выделить объекты, невозможность выделить какие-то смыслы важные, которые за этим стоят, да, и приводит то, что он это называет вечно настоящим, да, мы не можем увидеть будущего, да, то есть шизофреник живет вечно настоящем в том смысле, что он видит только потоки пятен, да, которые превращаются в другие пятна. Нет связанной истории, нет, соответственно, объекта или героя, который развивается, да, и вот такой опыт производит массовая культура по мнению Фредерика Джеймиса. И еще раз, да, три характерные черты массовой культуры или культуры постмодерна, о которой все говорят и, соответственно, о которой, да, она вот так интуитивно ловится, это, соответственно, вечное настоящее в смысле политическое, в смысле отсутствия исторического времени, исторических проектов, политических проектов. утопических второе соответственно это безальтернативность современного до существующего политического порядка за даньки нас капитализма и третье это вот особый опыт культурной связан с массовой культуры с вот этим вода с опытом шизофреническим и да и с постоянным повторением одного и того же они все друг с другом как будто бы связаны но выстроить да это в какую-то целостную картинку дать четкое определение понять этом довольно трудно и вот для того чтобы это сделать да мы пойдем немножко другим путем таким немножко параноидальным том смысле да что мы будем искать какие-то экономические основания искать те базовые вещи на которых это все строится и чтобы это сделать да здесь у меня три ключевые до характеристики вот экономической ситуации в которой посмотрим развивается они выделены первое соответственно это культур индустрия это финансовый капитализм и это географические материализм у harvey то есть если совсем кратко до речь идет о том что у нас массовая культура в том смысле в котором мы они уже сегодня говорили и культура в целом на становится индустриально устроены то есть если классическая культура производится специальными людьми до производится в некотором смысле случайно производится там гениями или кем-то еще да это да всегда штучная история это всегда разовая вещь всегда произведение искусства то что да как бы один раз случилось в 20 веке появляется целая индустрия которая занимается производством культуры и это да главная характерная черта до того мира в котором мы с вами сегодня в том числе живем в котором культура до производится вот так фабрично до индустриально на заводах где есть как бы нет не просто специально обученные люди которые умеют это делать а есть прямо специально обученные места специально выделенные для этого целые коллективы людей которые штампуют культуру да вот так как рабочие на заводе штампуют остальные товары во вторых соответственно финансовый капитализм это история про появление кредитов появление долгов и соответственно появление к там до повышения потребительской способности через заем через соответственно вот особые отношения с будущим и так далее и третье это про то как мир становится универсальным стандартным за счет того что у нас капитал выходят за рамки национальных границ границ национальных государств и соответственно да у нас мир стандартизируется экономически становится более-менее одинаковым выравнивается и при этом все равно выстраивается иерархия до всем знакомые понятия со школы страны 1 2 3 мира они тоже появляются именно вот после втором мировой и так да это вот три характерные черты современной экономики которые напрямую связаны с постмодерном о котором как будто бы очень трудно говорить да и напоминаю что это очень грубая схема что нельзя это все равно напрямую так складывать и делать почему этого не делал то что это неправильно да но все равно как бы мы это сделаем потому что да все равно возникает вот эти вопросы которых я говорил в начале и так перепроизводство и производство спроса почему собственно культура становится индустриально заточенной почему она делается производится вот так фабрично связано это с самым главным образом с кризисом перепроизводства которые сотрясают экономику рубежа 19 20-х веков когда впервые человечество сталкивается с моментом когда мы производим слишком много товаров и это шокирует людей до фирмы корпорации начинают их закапывать уничтожать да не потому что это экономически выгоднее чем раздать их бесплатно иначе соответственно фирма разориться совсем да вот это уничтожение товаров переизбыток товаров шокирует людей что необходимо делать необходимо соответственно оказывается изучать спрос оказывает открытие кризиса перепроизводства связано с тем что оказывается спрос людей ограничен оказывается мы не можем потребить все что производится и если до этого насколько бы мы не производили все равно не хватит то то вот там в конце 19 века выясняется, что нет, что спрос ограничен. И для того, чтобы избежать вот этих кризисов перепроизводства, возникает, соответственно, маркетинг, как изучение рынка, изучение покупательной способности, изучение спроса. То есть простая вещь, перед тем, как производить, нужно, оказывается, изучить то, насколько этот товар будет продаваться хорошо или плохо. Нельзя производить сколько угодно, надеюсь, что все равно не хватит перепроизводства. И буквально через один шаг от изучения потребительной способности, от изучения спроса, мы попадаем в ситуацию, где мы научаемся манипулировать этим спросом, где мы научаемся этот спрос производить искусственно. И появляется реклама, появляется все остальное, все вот эти воронки продаж, как бы маркетинг сегодня — это наука про то, как привить желание, про то, как заставить человека купить то, что он купить на самом деле не очень хочет. И все эти воронки, все остальное — это как бы вот такие методички про возбуждение, про то, как человека заставить хотеть то, чего он не хочет. Все вот эти фильмы, да, «продай мне эту ручку» и так далее, это история про это. Человек не хочет ручку, очевидно, да, вот нужно, в чем там как бы главная штука? Нужно создать у него потребность в этой ручке. Едем дальше. Соответственно, культура-индустрия, да, вот это специально обученное большое пространство, производящее культуру, появляется как реакция на вот этот, да, новый сегмент в экономике, который появился. Если у нас производители готовы тратить деньги на то, чтобы искусственно производить потребности у людей, в ручках и во всем остальном, да, появляются люди, которые готовы это делать профессионально. И культура-индустрия, в первую очередь, это, соответственно, кино, радио и так далее, да, первые вот эти медиа, через которые реализуется массовая культура, да, они научаются это делать. И если даже кино, оно не содержит рекламы товаров напрямую, да, то оно как раз содержит этот мотив побуждения в создании потребности, да, что кино не обязательно продает товары, практически никогда кино не продает напрямую товары. Кино продает потребности, кино продает стиль жизни, кино продает образы, которым мы хотим соответствовать. Да, вот этот вот мрачный, значит, ковбой в шляпе с сигаретой во рту, да, это образ, которому хочется соответствовать и так далее, и подобное. Как бы вот эти образы, за которыми, да, которыми полна массовая культура, они все именно про это изначально, да, про создание вот этого особого стиля жизни. И Адорна, да, я этого не сказал, соответственно, вот этот термин культур-индустрия, его вводит Теодор Адорна, немецкий, да, левый критик, немецкий философ, выделяет несколько черт массовой культуры за кажущимся ее разнообразием, за тем, что у нас очень много разного кино, очень много разной литературы и всего остального, на самом деле стоит ее шаблонность, ее сегментированность и так далее. Да, то есть у нас это ощущение разнообразия создается искусственно, потому что на самом деле всегда есть определенный канон, который выполняется. Да, вот эта история про пастишь, например, да, она во многом связана еще с чем, что так просто экономнее производить. Более-менее одинаковые приемы, одиноковые товары проще производить, чем каждый раз придумать что-то новое. И первое столкновение человека, который пишет что-то для себя или играет где-то в школьном театре или в школьной группе, когда он попадает в реальную индустрию, где все это происходит, оно связано с тем, что оказывается есть каноны, оказывается есть сроки, оказывается есть финансовые планы и так далее. Нужно все делать срок, оказывается можно написать песню не за три года и спектакль ставить не 15 лет, а нужно делать 5 спектаклей в год и так далее и тому подобное. То есть есть вот эти устоявшиеся приемы и мы их используем, чтобы выполнять планы, для того чтобы все это работало очень хорошо. И разнообразие оказывается еще одним ингредиентом, который можно использовать, который можно добавлять. Во-вторых, массовая культура, она иерархична, несмотря на то, что она кажется супер демократичной, несмотря на то, что она кажется вот такой разнообразной и так далее, там есть иерархия, там есть властные отношения. И подробно мы сейчас, наверное, про это не будем говорить, потому что это такая тема довольно разработанная и так далее. И, наверное, самой интересной чертой, которая вот важна для постмодерна как философского течения в том числе и для ощущения культуры, главное ощущение, которое производит фильм на человека, говорит Адорна, это вот такой гиперреализм. Когда мы выходим из кинотеатра и у нас возникает ощущение, что мы все еще находимся в кино. Вот это слияние того, что происходит на экране с нашей собственной жизнью, это главный эффект, который режиссер хочет добиться. Это такой гиперреализм, схватывание, стирание границ и схватывание нас полностью. И, да, полное отождествление, соответственно, себя с персонажами и так далее. И это ощущение тоже такое вполне знакомое. Да, собственно, успешные массовые фильмы, это именно те фильмы с героями, которых люди начинают себя ассоциировать. Тот же, там, в нашем случае, какой-нибудь Балабанов, да, он характерен именно тем, что вот этот вот народный персонаж Данила Погров, это человек, да, как бы, который просто молча едет, да, с наушниками в ушах в общественном транспорте. И вот, воспроизводя эту ситуацию, мы начинаем ощущать себя немножко в кино. Да, я еду в трамвайчике с наушниками в ушах играть, да, и причем, как бы, совсем другие наушники и совсем другая музыка у меня играет. Тем не менее, я себя чувствую немножко Данилой Погровым, и это приятно, и это хорошо. И это как раз работает, да, на производство вот этого как раз образа жизни, да, который можно продавать. Главное, самое важное, интересное, что есть вот в этой культуре, индустрии, да, то, что волнует философов, когда они разбирают, да, и то, почему многие, например, возмущаются современной философии или посмотринистской философии, да, почему они все анализируют фильмы, вместо того, чтобы заниматься анализом экономики и всего остального. Потому что теперь культура – это точно такая же экономика, как и все остальное. Это точно такой же бизнес, как и все остальное, да, и форма товара становится действительно всеобщей. И вот это слияние знака и товара – это то, что интересует, например, Бодрияра, то, что интересует Жижика, да. Мало того, да, то есть простой ход связан с тем, о котором мы проговорили, что у нас любой знак превращается в товар. Знаки можно обменивать, знаки можно продавать и так далее, да, как в случае с Данилом Погровым, например. И совершенно точно я уверен, что Балабанов не хотел продавать плееры, когда, да, снимал брата и первого, и второго. Но, тем не менее, это сработало именно так, да, знаки становятся товарами. Другой момент, да, симметричный, что теперь любой товар тоже является еще и знаком, да. И вот это совпадение знака и товара – это главное, что волнует, да, левую критику, например, да, вот второй половины 20 века. Про то, что любой товар – это теперь не просто то, что производится на фабрике, это еще то, что производит различия при потреблении. Да, когда я покупаю тот или иной товар, дело не в том, что он мне действительно нужен, а дело в том, что, да, я себя означиваю таким образом. Чем отличается, да, один товар, там, не знаю, да, телефон за 15 тысяч рублей, за 35 тысяч рублей, за 135 тысяч рублей и так далее и тому подобное. Они отличаются ровно тем, что они означают разное. И это знаковая стоимость, да, она видна, она измеряется. Функционал может быть одним и тем же, особенно, да, если мы с каким-то предельным значением, да, повышаемся, где у нас есть за 500 тысяч, там, долларов в телефон и за, соответственно, 600 тысяч долларов в телефон. Вряд ли они отличаются функционально чем-то всерьез, они отличаются, как бы, своей стоимостью. И эта стоимость является знаком, согласно которым можно, соответственно, себя идентифицировать, можно по-разному себя распределять. И социальная иерархия теперь выстраивается не вокруг производства, не вокруг участия, там, да, как у Маркса было в производстве, да, вместо производства пролетарий или буржуй. Она выстраивается через, да, потребление вот этих самых товаров через знаковую стоимость. Едем дальше. И, да, последний слайд, связанный как раз вот этой первой частью про слияние экономики и культуры, да, про культуру индустрии, это появление вот такого термина лебеденальная экономика или экономика желания. То есть, да, необходимость производить спрос, необходимость производить желание очень интересным образом отказываются на нас с вами. Главный эффект, который здесь происходит, который можно назвать, да, атрофией желания как такового, да, главный диагноз, который ставится обществу второй половине 20 века, сытому обществу, да, в переизбытке товаров живущему, живущему вот в этом, да, культуре индустрии, воспитанному массовой культурой, это депрессия. Депрессия, да, неспособность желать самостоятельно. Если мы хотим только то, чего показывают по телевизору, то, что есть в каталоге и так далее, собственные вот эти, да, какие-то навыки, хотелки, желания атрофируются. И, да, главный герой, например, собственно, массовой культуры, это депрессивный клерк, подавленный, да, который ничего не хочет от жизни, который не знает, куда ему стремиться и так далее. И его такой антипод, психопат, социопат, да, тоже интересны именно тем, что у него желание неконтролируемо, да, то есть вот эти две крайности, полное отсутствие желания и вот такая гипертрофия желания. И, например, фильм Финчера «Бойцовский клуб» интересен как раз тем, что, как бы, там показывает один и тот же персонаж, да, что вот этот вот депрессивный, подавленный клерк и социопат, который себя совсем не контролирует, не контролирует собственное желание и не знает, что он делает в данный момент, да, желание которого идет впереди него, да, насильник такой, да, у которого, как бы, желание появляется исключительно в насилии, в доминировании над другими. Что это один и тот же человек. И вообще, в целом, как бы, это ход, который в основании любого триллера лежит, да, в «Шерлоке», например, это хорошо BBC-шном показано, где, да, вот эта особая связь между нуарным таким детективом, депрессивным, подавленным, которого ночью разбудили на место преступления, и он, вот, будет себя кофе и сигареты, и ничего не хочет, хочет на пенсию и так далее. И вот этот вот, да, маньяк, которого он ловит, что они оказываются очень похожи, очень похожи именно тем, что они, как бы, вот, испорчены, да, современным обществом. Нуар, как бы, он работает вот через этот механизм, и Финчер очень хорошо это показывает. Итак, у нас появляется вот этот термин, да, экономика желания. Экономика, которая производит желания искусственно, и всякие современные марафоны желания, да, попытки представить желание как главное, что движет человеком. И, в принципе, все какие-нибудь обучения для бизнесменов, для людей, которые варятся вот в современной экономике, главное, чего им не хватает, им не хватает желания. Почему ты не успешен, ты мало хочешь, нужно хотеть еще больше. Не работать больше, не делать больше, да, этого ты как будто бы можешь делать, да. Чем люди отличаются друг от друга, чем оправдывается современная иерархия, она оправдывается тем, что кто-то хочет больше, кто-то хочет меньше. И главное, соответственно, что начинающий бизнесмен считает себе неправильным, чему он хочет научиться, он хочет научиться хотеть больше. И есть специальные люди, которые готовы ему, да, этому научить. Да, все эти истории про то, что вселенная отвечает на запросы, секрет реально работает, они все оттуда, да, из того, что нужно просто больше хотеть. Желание есть, сможешь залезть, и так далее. Следующий момент, да, тот, про который я обещал рассказать, это финансовый капитализм. Финансовый капитализм – это история про отложенное потребление. Даже если мы из потребителя пожимаем все желания, которые у него есть, все равно его потребительные способности оказываются ограничены просто монетарно, да. Он не может, у него нет столько ресурсов, да, чтобы купить все, что мы хотим, чтобы он купил. Что мы делаем? Мы ему даем кредитную карточку. И тогда он покупает, да, берет в долг у себя будущего и оказывается, да, вот в таких, как бы, интересных долговых обязательствах. То есть для того, чтобы удовлетворить вот эти супер гипертрофированные индустриальные желания, которые у него есть, чтобы купить, да, все, что должен иметь успешный человек, ему нужно брать кредиты. Да, других вариантов нет, по-другому не получается. Чтобы, соответственно, устроить ребенка в ту школу, которую он хочет, купить ему все гаджеты, которые нужно, чтобы, соответственно, выглядеть правильно, чтобы отдыхать правильно и не было стыдно перед другими людьми, нужно брать обязательно кредиты. Да, и кредиты становятся частью, да, вот такого повсеместного использования. И качество жизни, которое как будто бы растет, оно связано просто с тем, что мы теперь берем кредиты и потребляем больше просто потому, что мы потребляем на 30, на 50 лет вперед. Да, то, чего у нас нет и не будет никогда. Да, простые вещи, все это легко измеряется тем, сколько стоит недвижимость сегодня, да. Чтобы купить дом где-нибудь в 70-е, 60-е, нужно было там порядка, по-моему, 20-30 зарплат. Очень странная цифра для сегодняшнего дня. Сегодня ничего нельзя купить на рынке недвижимости за 30 зарплат, это просто невозможно. Да, и появляются вот эти штуки, да, и чем еще оправдываются кредиты, тоже очень интересно, тем, что они вас должны мотивировать. Они вас должны мотивировать, зарабатывать еще больше. Хотите себя замотивировать, возьмите 5 ипотек, и вы будете работать еще больше, будет еще замечательно. И это как будто хорошо, да. И, да, мотивация с кредитами именно такая. Другая, к чему это приводит, другая сторона этой ситуации связана с тем, что мы оказываемся заперты вот в этом своем долге, вот в этом своем нынешнем уровне потребления. Если вы взяли ипотеку на 30 лет, это означает, что вы, ну, вот следующие 30 лет, вы будете расплачивать за эту ипотеку. Больше у вас ничего не будет, вы больше ничего не можете сделать, потому что все ваши усилия будут направлены на то, чтобы ее погасить. Да, это значит, что следующие 30, ну, даже если вы гасите, да, досрочно, вы берете потом следующую обязательно. Связаны с тем, что они, да, вы оказываетесь заперты вот в этом, как бы, нарративе потребления, вот в этом требовании потребления, требовании наслаждения и так далее. И здесь такой есть товарищ Шлик, который все это очень хорошо описывает, да, потому что кредит так или иначе оказывается покупкой времени. И мы теперь, да, продаем не только себя, свои собственные желания, свои собственные потребности, мы продаем, как бы, себя будущих и так далее и тому подобное. И если, да, вот такая, да, формула, что налоги платят только богатые, да, налоги платят только те, кто действительно много производит и много потребляет, да, то долги платят абсолютно все. И в этом смысле мы оказываемся еще больше встроены вот в эту, да, круговерть капиталистическую. И из нее выхода, соответственно, все меньше и меньше, просветов никаких нет. Почему просвета нет? Потому что следующие 30 лет я буду платить ипотеку за свою бедную однушку на краю города. Третий момент, да, кроме финансового капитализма, кроме вот этой истории про покупку будущего и откладывание, то есть, смотрите, покупка будущего предполагает, что ваше будущее теперь будет точно таким же, как настоящее, да. Другого будущего нет, вы все 30 лет будете расплачиваться ипотеку. Кроме покупки будущего через вот эти финансовые механизмы существует еще вот такое географическое распространение капитализма, которое тоже происходит именно во второй половине 20-го века. Связано оно с вывозом производства, в первую очередь. Если у нас рубеж 19-20 века – это перепроизводство, сокращение производства, да, появление маркетинга и массовой культуры, то вторая половина 20-го века – это очень любопытная революция, связанная с появлением дешевого транспорта. И оказывается, гораздо выгоднее производить свои товары не, да, в своем родном, не на территории своего родного государства, да, а где-то за рубежом, где-то в стране как раз третьего мира, где рабочая сила стоит гораздо дешевле. И мне дешевле увезти туда детали и привезти обратно готовые товары, чем производить это дома. И вот такое распределение, да, оно усиливает неравенство, которое есть. То есть, с одной стороны, это приводит к глобализации, когда у нас везде строится примерно одна и та же инфраструктура, когда у нас везде все работает более-менее одинаково, да, и когда у нас крупные корпорации приходят вот в эти отдаленные от развития капитализма европейского страны. С другой стороны, это приходит к жесткой иерархии, где страны первого мира живут в мире, где, соответственно, производств практически нет, есть только одно употребление, да, и пролетарии исчезают, соответственно, потому что никто на заводах сегодня не работает, все заводы вывезены в Китай, Бангладеш и куда-то еще. А с другой стороны, у нас другая часть мира оказывается изолирована, ну, в смысле, встроена в капитализм, но встроена вот только вот в этом пролетарском, да, ее составляющей. И потребление там есть, но оно выглядит еще более диком, то есть вот это расслоение там, в странах второго и третьего мира, оно действительно оказывается гораздо сильнее, именно потому что у нас есть все вот эти негативные, неприятные вещи, которые страны первого мира давно вывезли, да, с территории своих государств, а уровень потребления или требования к потреблению, которые предъявляются, они на самом деле ничуть не ниже, чем везде. То есть у нас люди по 13, по 15 часов работают на заводе и при этом все равно хотят покупать айфоны и все остальное, да, то есть вот это расслоение чувствуется там еще сильнее, да, за образцы там показывают те же самые фильмы, там показывают те же самые, тот же самый уровень потребления, как нормальный, там показывают как бы всю ту же самую культуру, которая производится на самом деле не для них, да, вот эти все вещи из 90-х, когда мы смотрим американские фильмы, где каждая счастливая американская семья живет в своем собственном доме в пригороде, да, это вызывает удивление, да, потому что мы живем не так, но при этом это накладывает вот эти как раз, да, уровни расслоения при тотальной глобализации, да, то есть вот такое происходит противоречие. С одной стороны распространяется массовая культура требования к потреблению и так далее, с другой стороны мир все больше иерархизируется, да, по вот этим, да, по возможностям вывоза производства. И, собственно, страны первого, второго, третьего мира, это страны, где у нас есть потребление, страны второго мира туда, где вывезено производство, и страны третьего мира, которые используются до сих пор как, да, как колонии, как место, откуда просто выкачиваются ресурсы, где вырубаются деревья, где, соответственно, существует пиратство до сих пор. Почему там возможны пиратства, например, в Сомалии? Потому что там больше ничего нет. Там есть большие транспортные маршруты, через которые проходит большой рынок капитала, но при этом каких-то альтернатив, да, нету. И вот это грабежи караванов, которые, собственно, в центре массовой культуры, начиная с вестернов, точно совершенно присутствуют, да, они там, как бы, этим до сих пор и живут. В этом смысле, да, вот такие какие-то грабежи караванов, да, нападения каких-то бедуинов на развитые цивилизационные слои, они не просто, как бы, являются временным явлением, появившимся, да, в Диком Западе, например, это то, что существует до сих пор, потому что это существенно, как бы, важная черта того, как работает современный капитализм, в принципе. Да, когда у нас есть вот такое, как бы, жуткое неравенство, расслоение, и при этом, да, вот такая интересная глобализация. И, в принципе, да, отказ от прогресса, последнее, что здесь стоит, вот эта экспансия, экспансия по всему миру, когда у нас весь земной шар оказывается встроенным в мировую единую капиталистическую экономику, приводит к тому, что экспансии больше некуда двигаться. И вот эта идея, о которой я говорил в самом начале, про конец истории, про застревание в вечном настоящем, оно связано, что движение до этого было связано с вовлечением все новых и новых ресурсов. И эти новые ресурсы практически кончились. И поэтому вот сытое общество второй половины 20 века, да, оно сталкивается с тем, что так как новых влияний в экономику не происходит, да, мы уже включили туда страну третьего мира, мы уже включили женщин туда, уже включаем детей сегодня туда. Но при этом, да, вот каких-то новых витков развития больше не предполагается. Да, и вот эти мечты об экспансии Марса, Луны и так далее, да, они не кажутся эффективными пока до сих пор, поэтому, собственно, они и не происходят. И последнее, да, что нужно сказать здесь, что на окраинах капитализма, в чем, как бы, самая главная интересная вещь, с которой мы сталкиваемся именно сегодня, да, не во второй половине 20 века, а сегодня, когда появляется интернет, когда появляется цифровизация и вот такая демократизация в том смысле, что сегодня культура производится не вот в этих фабриках производства, а в социальных сетях контент пилят абсолютно все. Благодаря этому вот эти страны третьего мира, вот эти, да, периферии обретают свой голос, и эта культура становится тоже важной. И выясняется интересная вещь, что вот это равенство, глобализация, которое было до этого, да, что это было, вот, как бы, очень маленькое пространство, где оно действительно существовало всерьез. То есть, да, некапиталистические уклады, они все равно остались и существуют на периферии капитализма. Причем эти некапиталистические уклады, это пишет Анна Левенхаупт-Дзин, у нее есть замечательная книжка про выживание на окраинах капитализма, про грибы, про то, как она собирает грибы в Мацутаке, что капитализм для своего существования так или иначе нуждается все равно в добыче ресурсов, в реальном производстве, да, как бы мы не были далеки от него сегодня, тем не менее, оно есть просто очень далеко от нас. И это добыча ресурсов все равно идет не капиталистическим способом. Убивать китов на фабриках все равно не получается. Китов по-прежнему загоняют, как в Моби-Дике, да, убивают на вот этих вот шкунах и так далее. Точно так же добывается уголь, точно так же добывают все остальные ресурсы. Да, фабричный тип производства, вот такой капиталистический и дальнейшие всякие штуки с торговыми центрами МОН не отменяет того, что ресурсы из земли все равно добываются, изымаются, и это происходит вот таким варварским способом. Только сегодня в это еще как бы вливается огромное количество ресурсов, и у нас оказываются целые регионы, как раз эти страны третьего мира, с застывшими вот этими варварскими регионами, которые специально намеренно удерживаются вот в этих условиях развития, чтобы они могли за бесценок убивать китов, лазить, соответственно, за шахты, шить кроссовки и так далее. Да, то есть все вот эти вещи, они никуда не делись, они всегда были, и сегодня это стало заметно, именно потому что цифровизация, интернет, социальные сети, и это становится видно. Сбор грибов, сбор ресурсов, да, добыча каких-то вот таких живых существ, да, добыча угля и нефтедобыча и так далее и тому подобное. Все эти вещи, да, они все равно присутствуют. И это вызывает интересную штуку, да, потребность в переводе. Если до этого мы жили вот в этой единой глобальной массовой культуре, да, вот как бы постмодерн, это идея вот этого, да, демократизации культуры, когда она производится для всех, производится одинаковая. Да, Чарли Чаплин упал, это смешно абсолютно везде. Сегодня, так как у нас подсвечивается вот это совершенно разное, в том числе, да, вот это такая варварская в кавычках культура, да, где людей намеренно, культуры, да, консервируются вот в этих условиях, чтобы они продолжали добывать ресурсы вот этим варварским способом. И эти культуры не капиталистические, эти культуры не массовые. И оказывается, чтобы их встраивать сегодня, нужны переводы, нужны перевозки, да, нужны переводчики, которые все это будут делать. И вот этот момент, как мне кажется, да, является вот таким ключевым, интересным для развития современного мира. В некотором смысле, почему постмодерн можно и нужно сегодня поставить на полку, потому что мы находимся на рубеже выхода из него. Да, то есть вот эта идея сытого, довольного всем собой, своим уровнем потребления общества, где главный конфликт строится вокруг уровня потребления, где главный конфликт экономический, да, вокруг уровня налогов, мы сегодня по этому поводу практически не переживаем. Главное, что сегодня волнует современных людей, это вопросы, связанные с вот этим столкновением разных культур, разных цивилизаций, разных идентичностей, да, внутри одной культуры, да, вот эти супер, как будто бы, да, смотрите, то есть важный момент, например, связанный хорошо, это видно с феминизмом. Современные феминистки не работают с вопросами равной зарплаты, практически не работают с вопросами, да, вот этого какого-то социального равенства, политических забот и так далее. Они работают, например, с феминитивами, что очень непонятно и пугает всех остальных, что они заняты какими-то дурацкими вопросами. Сегодня этот вопрос не дурацкий, потому что это действительно важно для столкновения вот этих разных культур, да. То, как они себя презентуют, то, как обо мне говорят, то, как я оказываюсь представлен, то, как меня переводят и встраивают другие культуры, да, это оказывается важным. Если, соответственно, меня представляют вот таким, как бы, варваром скобьем, который бегает за китом, это, соответственно, одна история. Если, соответственно, меня представляют рабочим где-нибудь на Амазоне, который продает эти киты, и я из-за него, как бы, да, оказываюсь встроен в мировом экономику вот в этом качестве варвара с копьем, это совершенно другая история. И вот эта битва за самовыражение, да, все вот эти проблемные вопросы, связанные с абортами, связанные с ЛГБТ-браками, связанные со всем остальным, вот это ключевой политический вопрос современности, а не распределение доходов, ни налоги, ни все остальное, да, то есть вопрос идентичности, да, вопрос огораживания, вопрос столкновения разных цивилизаций, он сегодня является ключевым, и это, как мне кажется, можно считать вот таким маркером того, что постмодерн заканчивается, да, то есть вот эти вопросы сытого общества, да, они нас уже практически не интересуют, в том числе и в рамках политических. Итак, о чем мы говорили? Мы говорили о том, что у нас вот эти характерные черты постмодерна, о которых действительно очень трудно говорить и давать жесткое определение, потому что сам феномен ускользает от определения, да, это одно из его определений, его невозможно определить, да, которые вот вечное настоящее, гиперреализм, все, о чем мы говорили, все это оказывается укорененным вот в те экономические какие-то истории, о которых мы сегодня раскрыли, да, еще раз, первое, это, соответственно, культур-индустрия, появление специальной индустрии, которая производит массовую культуру, второе, это финансовый капитализм, да, особые отношения с будущим связаны из-за того, что мы теперь живем одновременно, как бы в долгу и в настоящем, и третье, это вот такая стандартизация и экспансия капитала географическая, да, такой географический материализм. И именно вот эти три ключевых момента определяет то, как устроена в том числе постмодерн, как культура. И именно потому, что эти три элемента сегодня меняются, да, у нас сегодня культура производится неиндустриально, у нас, ну, в смысле, она производится платформенно, да, немножко по-другому, у нас сегодня нет вот этих вот больших, да, профсоюзов писателей, профсоюзов режиссеров и так далее. В Голливуде, которые производят практически всю культуру, сегодня культура производится блогерами, производится на платформах, производится нами с вами. Поэтому она будет другой, поэтому она будет разной и так далее и тому подобное. И законы будут другие. Это не значит, что там меньше принуждения эксплуатации, просто она работает теперь немножко иначе. И финансовый капитализм, собственно, сменяется платформенными. Сегодня у нас не банки руководят миром, а, собственно, руководится там какой-нибудь Amazon, Facebook, Google и так далее. Да, это самые крупные корпорации сегодня. И в-третьих, вот эта географическая глобализация, о которой говорит Харви, да, когда у нас весь мир становится более-менее одинаковым за счет того, что капитал вывозит вот это страшное неприятное производство в страны второго и третьего мира, сменяется вот таким восстанием колоний бывших, сменяется восстанием окраин, сменяется вот таким как бы, да, постколониальным напряжением. И в том числе в политике это сегодня выражается, да. И если за глобализацию у нас принято назначать ответственными как раз вот такой, да, английскую культуру, в смысле США и Англию, да, это первая колониальная страна, Англия, большая Британская империя, и, соответственно, США, как вот где находится Голливуд и вся вот эта массовая индустрия, сегодня, да, ну как сегодня, лет пять уже назад, да, США строят стены на границе с Мексикой, ставят эмбарго Китаю и так далее, а Британия выходит из Евросоюза. То есть тренд на глобализацию, тренд на вот такое сплочение, появление вот этой одной большой глобальной деревни даже политически сменяется на строительство стен, на разрушение коалиции, на появление новых военных блоков, причем не двух, а трех, пятнадцати и так далее. И в целом, да, это позволяет нам говорить о том, что сегодня в том числе и культура будет другой, да, она будет не вот такой постмодернистской, постмодерновой, о которой много говорят, которую действительно было трудно определить, но сегодня это сделать более-менее легко, именно потому, что она как будто бы заканчивается, и вот как бы мы с вами оказываемся свидетелями того, как они меняются, того, как современное поколение, воспитанное социальными сетями, воспитанное платформами, мысли думает и живет совершенно иначе, чем люди, да, которые больше, ну, около, чуть меньше, чем 100 лет, да, в районе там 70, начиная там с 50-х, жили в массовой культуре. Хотя, да, массовая культура никуда не девается, но она существует сегодня рядом с платформенной, и вынуждена с ней считаться, и выходить, когда подстраиваются в некотором смысле под нее. Вот, наверное, на этом я бы хотел закончить. Всем спасибо. Да, и главное, что я хотел сказать про платформенную культуру, да, что вот это желание подстраиваться под платформы, да, собственно, само видео записано, оно записано не в телевизионном формате, оно записано в формате вот таком, как бы, лекционном. И поэтому это происходит практически везде. И даже большие университеты сегодня вынуждены выходить, превращаться в платформы, потому что образовательные платформы нагоняют, потому что они буквально дышат спину, если уже не опередили. И вот это стремление выхода в платформы, да, попытки туда зайти, они свойственны нам всем. И поэтому нужно обязательно подписаться на мой телеграм-канал, который называется Локус. Да, здесь есть ссылка. Напоминаю всем, что меня зовут Самсон Александрович. Наверное, на этом все. Всем большое спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!